Дикий медведь устроил переполох в Семенве. Вечером около 22 часов он пришел в город, бегал по дорогам, ломал заборы домов, сопел под окнами и шалил в детском саду. Часть его похождения попала в объектив камер видеонаблюдения и видеорегистратора. О, медведь! Медведь! Я ехал вот с той стороны, он пробежал, видимо, вот здесь вдоль домов. И потом вот, когда сюда стал подъезжать, он выбежал как раз под меня, под машиной уже. И побежал в сторону садика. Я за ним поехал и бежал, он в садике уже лазит. Вон он бежит! Давай бегом за ворота, быстро за ворота! Быстро! Запри калитку! Он забежал вот через тот вход, сердце сломал, побегал по всей территории, бился вот здесь об забор, сломал его, потом вот здесь пробежал дальше, сломал лавочку, сломал корабли. Вот так же следы нашего гостя. Я думаю, что он здесь металл сорвался, что-то, может, хотел кору содрать или искал, не знаю. Но вот получилось так, как получилось. Сарик, он минут 10 там погулял, и потом через забор обратно и вот в эти дома к людям залез. Вот этот забор сломал туда, вот здесь вот лежал забор. И он под окошками вот у них тут скребся и дышал тяжело. Около наших гаражей он там был, эти следы оставил. И там, говорит, по всем улицам прошел. Через огороды прошел, зашел в наш огород. Он себе у соседей забор сломал. Я вызвал наряд полиции, дождался, когда они приедут. И там уже они тут все отцепили. Большой, большой медведь, взрослый, года три нам ему. Медведь-зверь опасный. Это не зайчик, не лисичка. Медведь свирепый. Здесь и люди все равно ходят, гуляют. Появился он со стороны Кержинского охотничьего хозяйства. Пробежал по городу и ушел в лес с другой стороны города. Может быть, напуган был. Может быть, там на него охота велась. Я не знаю. Мы вообще оцениваем, что низкая вероятность того, что он вернется обратно.